Так, друзья, всем привет! В этом видеоролике хочу вам показать и рассказать, как мы построили вот такую красоту. Домик небольшой, размером 2,5 на 4 метра, полностью утепленный, с электрикой, с отделкой, готовый под ключ. Также хочу напомнить, на этот домик есть проект, ссылку оставлю в описании. И обязательно, друзья, подпишитесь на меня в телеграм-канал, потому что там вы сможете узнать вперед, как мы строили этот домик. А еще больше хочу вам дать затравочки, мы будем строить небольшую баньку, размером 3 на 4,5 метра, тоже своими руками. Банька у нас будет в стиле барна, все буду подробно рассказывать, показывать, поэтому обязательно залетайте в телеграм-канал, будут проливные полы. Все максимально просто и своими руками. Поехали! Так, друзья, ну давайте по порядку. Буду максимально все подробно рассказывать, потому что проект этот под номером 1, он удачный, он крутой. И благодаря этому видео вы посмотрите, какие мы доработки внесли. Начинаем все по классике. Кто-то под бытовки делает обвязку брусом. Я не люблю брус, его крутит, он торсионит, он трескается, поэтому я всегда и вам рекомендую использовать пакет досок. Даже мы бытовку эту делаем из доски естественной влажности, но опять же максимально катаемся по всем базам, ищем, чтобы доска была там 20-22%. То есть я стараюсь брать такую, либо жду, пока такая появится. Соответственно, мы собираем пакет досок. Пакет досок, елочкой и вся бытовка будет построена из доски 50 на 100. Это мощно, это хорошо. Хорошо. Собираем первый внешний контур. Мы используем саморезы. Кто-то кричит, что в каркасе не должны быть саморезы. Мы используем для стяжки 6 на 90, чтобы доска была максимально плотная. Если вы даже будете пакет досок собирать чисто на гвозди, обычные, молотком на гладкие, то стуча с одной стороны, у вас доска будет влезать с другой. А тут все плотно, красиво, аккуратно. Можно собрать максимально жестко всю обвязку. А потом, когда уже убедиться, что все хорошо, пробить наглухо гвознями. Итак, сформировав первый контур и выставив по уровню, мы начали собирать второй контур. Как видите, мы стараемся запиливать доски максимально точно, что приходится их забивать молотком. Так как все равно доска может дать чуть-чуть сушку, поэтому пусть лучше все будет изначально плотно. Обвязка у нас простая, 2 на 4, хотя домик будет сам 2,45 на 4. Также дополнительно остаются всегда обрезки и остатки. Я делаю 4 или 6 раскосов, они лишними не будут. И благодаря, вообще вот, если вы посмотрите весь видос, как я собираю бытовку, вы эту бытовку можете перевозить 5-7 раз. Самое большое, пока на моей практике было 4 раза. И все хорошо. Это имейте ввиду. Для тех, кто кричит, что после первого подъема она развалится. Соответственно, сделать всю обвязку, мы пробиваем все гвоздями, 90-ми, ершонами, каждые полметра по 2 гвоздя наглухо. И сразу крепим закладные рейки, либо бруток, либо рейку, для будущего чернового пола. То есть, посередине видите такой буквы Т перевернутый. И сейчас уже раскладывается дюймовка. Доска 25 на 100, это и будет черновой пол. То есть, на эту доску будет укладываться сетка от мышей. Также стреляю 90-ми гвоздями, перестал возить с собой 70-е, 50-е. Много позиций, поэтому все на 90-е. Бьем мы эту сетку 140-м типом скоб, потому что 53-й он не держит. Их надо выстрелить там полторы-две тысячи, ну то есть много. А 140-й тип, да, опять же, это уникальная позиция. И лучше степлера себе подыскивать 2 в 1, которые бьют и 53-й, и 140-й. Я иногда таскаю аж 4 степлера, 2 140-х, 2 53-х. Далее, после сетки сразу идет ветрозащитная мембрана. Не забываем ее переворачивать кверх ногами, потому что у нас, ну, чтобы правильно была уложена ветрозащитная мембрана. Оставляем спереди небольшой нахлёст, потому что у нас будет вынос, эркер. И потом мы в дальнейшем завернем и также закрепим еще сетку от мышей. После ветрозащитной мембраны мы сразу начинаем формировать лаги пола. Лаги пола тут немножко с другим шагом, не как в проекте, потому что мы тут будем строить по платформе. То есть вообще я хотел использовать 16-е ОСБ, а по факту сверху мы накидаем 18-е ОСБ. Многие такую толщину используют у себя в домах, но мы решили использовать в бытовке. Хотя в домах я рекомендую всегда использовать 20-ку. После того, как собрали лаги пола, мы сразу утепляем. Тут у нас утепление домика в круг будет 100 мм. Сразу взяли соточку, это удобно. Как видите, подрезается в некоторых местах утеплитель. Это для того, чтобы ОСБ резать, ну, то есть ОСБ укладывать практически без подрезки. Это важно, потому что в данном случае утеплитель стоит дешевле, чем 18-е ОСБ. Далее идет ОСБ. ОСБ рекомендую крепить на клей пену. И тут, конечно, я уж привез 50-е гвозди, потому что их тут ушло каждые 15 см. Далее мы получили платформу, можно собирать стенки. Задняя стенка у нас глухая. Тут классика, нижний лежень, верхний лежень, стоечки. И потом мы еще спилим две укосины. Собираем заднюю стенку. Запиливаем, выставляем все по диагонали и забиваем укосы. Ну и, конечно, поднимаем стенку. Передняя стенка у вас может быть индивидуально. У нас тут слева дверь 900-я. И между дверью и краем правым по центру у нас встает ПВХ-окно. Метр двадцать на метр двадцать. Поэтому в переднюю стенку мы укосины не сделали. Но мы сделали дополнительно по всем углам раскосы. Ну, в дальнейшем увидите. Лишними они не будут. Наоборот, домик будет максимально жесткий. Также мы в этом каркасе сделали все по классике. Это двойные стойки между дверью и двойные стойки над окном. Потому что окошко большое, чтобы было хорошо закрепиться через пластин. Можно, конечно, сэкономить. По одной стойке пустить. Но мы решили сделать так. И вот уже две стеночки стоят. Чтобы собрать левую и правую стенку, нам надо кинуть одну стропилину на край. Отбить высоту. И собрать конструктором боковые стенки. Это нижний лежень. Левая и правая стойки. Верхний лежень. И дальше под наклончиком впилить все стойки. Ну, с тем шагом, который вам нужен. Будет окошко. Ставим под окошко. Если просто 590, делаем 590. А стропилка, как видите, у нас выпирает буквально на 5 см. Далее будет еще боковая доска лобовая. Потому что будем поднимать чалками манипулятором. И также, опять же, в этом каркасе мы добавили все проставки. То есть у нас сейчас не видно, конечно, на камере. Но через каждую стропилину слева и справа идут проставки. Это будет максимально все плотно, жестко и надежно. Ну и вот, что у нас получилось. Так, друзья, светит солнце. Ну, давайте вам немножко пробежимся. Поподробнее расскажу. От нуля до вверх. То есть сначала собрали обвязку пакетом досок. Вся доска тут 50 на 100. То есть в две доски собрана полностью обвязка. Дальше, чтобы вам пирог показать полностью. По обвязке сделана обрешетка с закладными сеткой от мышей и ветрозащитная мембрана, которую переворачивали. Дальше мы собрали лаги пола. Лаги тут 50 на 100. Утеплили соткой утеплителем. Сразу сверху кинули 18-е ОСБ. ОСБ крепили на ершоный гвоздь. Дальше мы получили платформу. Продули. Оставили небольшие швы на всякий случай. Хотя в финишном варианте будет линолеум. Собираем классический каркас. То есть нижний лежень верхний. Стойки укосены. Соблюдаем диагонали. Оцинкованный крепеж. Винтовые гвозди. Саморезы 6х90. Задняя стенка. Передняя. Классический каркас. Сдвойные стойки. Чтобы дверь хорошо поставить. Также, чтобы окно хорошо закрепить. Двойной каркас. Левая, правая стенка. Глухие. Сделали из остатков вот такие укосники. 50 на 100. Хорошо. Каркас стоит. Не шелохается даже. Дальше. Стропила у нас выполнены с запилкой и с проставками. С такими бриджами называют. Чтобы стропилку не крутило. И спереди сформирован такой усилитель. Эркер. То есть тут просто стропами будут поднимать этот домик. И высота мы не можем габарита 2,65 вылезти. То есть ширина у нас будет 2,45. Высота 2,65. По длине можно до 8 метров такой домик раздувать. Спереди будет такой эркер. Попробуем еще 2 лампочки подсветочку сделать, чтобы симпатично было. И пару розеток. Ну, одну уж уличную. Чтобы нам не залил дождь наши утепленные полы, сразу берем ветрозащитную мембрану и начинаем раскатывать. Тут используется, я не скажу, что самая дешевая ветрозащитная мембрана, а скажем, хорошая ветрозащитная мембрана из бюджетного сегмента. Довольно добротная. Мы такую, кстати, иногда применяем также в больших домах на межкомнатных стенах, так как она имеет клейкую полосу. Как бы немного склеивает между собой слои и утеплитель меньше пылит. Так как мы хотим в первую очередь спастись от дождя, мы закатываем полностью весь домик этой ветрозащитной мембраны. То есть, стены и крышу. Чтобы у нас ее не оторвало, сразу берем рейку 25 на 50 и пробиваем по стойкам. Рейка тут используется в качестве небольшого вензазора. Понятно, что домик у нас бюджетный, маленький, на минималках, но все равно стараемся делать правильно, чтобы все у нас было на 5 с плюсом. Даже при условии, что мы используем бюджетные материалы. Далее начали готовить кровлю. По кровле у нас также вензазор из рейки 25 на 50. Далее обрешетка из доски 25 на 100. И далее ОСБ 9 мм. Под каждый лист ОСБ попадает 4 доски. Максимально бюджетно, качественно и как надо. Не забываем между стыками ОСБ оставлять зазор на линейное расширение, чтобы у вас крыша не пошла волнами. Далее, пока ребята докручивают ОСБ, я начал готовить подкладочный ковер. Опять же, кто-то скажет перебор. Ну, каждому свое. Мы делаем максимум. Подкладочный ковер мы используем тут легкий, высокий стандарт. Он такой красненький, довольно удобно с ним работать. У него есть две клейкие полосы битумных и сверху, и снизу. Таким образом, он хорошо склеивается и получается надежная гидроизоляция. Ковер я раскатываю сразу под размер кровли, чтобы тяжелый рулон не таскать по крыше. Нарезаю два длинных лоскута и один лоскут пополам. Таким образом, немножко экономим ковра и при этом закроем всю крышу. После подкладочного ковра у нас пойдет гибкая черепица. Сейчас расскажу поподробнее, что мы используем и как ее монтировать. Так, друзья, потихоньку подготавливаем кровлю. Это Ducky Pie Dragon стандарт. То есть, в переводе на обычный язык, то есть, драконий зон. Цвет у нас голубика. А какие хочется отметить преимущества? Во-первых, кровля не имеет такой защитной пленки. Не надо там каждый гон снимать, мудохаться. Она уложена просто слой на слой. То есть, и удобно вот так ее. Раз, и все, можно уже накидывать на кровлю. Второй момент. Сама кровля имеет увеличенный гонт. То есть, это увеличивает производительность покрывания кровли, то есть, намного быстрее. Меньше уходит крепежа, меньше остается остатков. То есть, в общем, удобно работать. Я всем рекомендую присмотреться, как укладывается драконий зуб. То есть, это тоже элементарно и просто. А у нас есть первый гонт, который мы идем по линии от кафельника. Есть второй гонт. Третий гонт идет на смещение. То есть, если мы берем третий гонт, то есть, у нас не должно оставаться меньше 15 сантиметров. Есть белая полоса. В белую полосу бьются гвозди. И кровля смещается просто на полку зуба. И вот такой у нас рисунок вырисовывается. То есть, и в дальнейшем можно просто сразу каскадом идти. Сразу в пять рядов. Очень быстро закрывается кровля, а тут кусочки дорабатываются. И все. Пробиваем по 5-6 гвоздей кровельных 32-й зеркал. После укладки гибкой черепицы получаем вот такую красоту. Да, мы не закрепили капельные планки и торцевые, потому что их в наличии не было. Но потом мы их подсунем и надежно прокрутим. Далее все увидите. Гибкую черепицу мы крепим на 32-й ершоный гвоздь. Гвоздей не жалеем. Все как надо. 5-6-7 гвоздей на каждый гонт. Получится надежная кровля. Подкладочным ковром с ОСБ служить будет долгие годы. И в таком исполнении с гибкой черепицей кровля довольно эксплуатируемая. Можно даже на крышу поставить бак, чтобы летом нагревать воду. И использовать ее в домике. Далее начали обшивать фасад домика. На фасаде у нас используется имитация бруса. Толщина ее 14 мм. 135 рабочая ширина. Имитация добротная. Мы кстати внутри тоже ее будем использовать. Домик будет выглядеть намного интереснее. Можно конечно было взять дешевле вагонку штиль. Но мне нравится с имитацией. Все таки массивней, крепче, надежней, симпатичней. Да, чуть дороже. Но зато отличный получаем результат. Имитацию бруса мы всегда раньше крепили на финишный гвоздь на фасаде. Теперь мы от этого отказались. Мы можем только наживить. Но далее обязательно прокручиваем все саморезами. И по две штуки. Чтобы при расширении доску не повырывало. Ее не покрутило. Чтобы фасад служил долгие годы. Чтобы саморезы были в один уровень. Вертикально, максимально ровно, симпатично и красиво. Используем угольник Свенсона. Так как у нас 135 имитация. Мы берем допустим две метки. Там 4 см и 8 см. Биткой ставим небольшие точки. А потом закручиваем саморезы. И они получаются довольно ровно, красиво, аккуратно. Все в одну линию. Также хочу напомнить. Не забывайте. На этот домик есть проект. Проект уникальный. Все посчитано. Сколько нужно материала, аналоги, площади. И даже есть себестоимость на актуальный год. Поэтому кому понравится такой мини домик. Можете ознакомиться с проектом. Себе приобрести. И построить спокойно. Прям на пилораме напилить. В прицепе перевести. Аж весь комплект этого домика. И за пару выходных собрать. Так, друзья. Я зашел во внутрь домика. Пока ребята делают комнат. Я хочу раскидать всю электрику. Электрика будет минимальная. То есть у нас задачка по плану. Справа и слева будет кровать. Соответственно подготовил разметочку. Будут тут две двойных розетки. То есть светильник, зарядка телефона. Мини холодильник может встанет. Там чайничек на тумбочке. Не знаем. То есть надо сделать. Спросили одну, сделаем две. Ничего страшного. Дальше. Входная зона у нас здесь. Соответственно на входе будет вот тут выключатель. Выключатель будет питать лампочку. То есть тут будет такая, ну фонарь какой-нибудь. То есть чтобы свет был в доме. Мини щиток поставим в этом углу на уровне глаз. То есть поставим минимальный набор бойскаута. Будет двойной, ну однофазный автомат ввода. Со своим нулем. И два автомата, два или три автомата посмотрим. Один будет на свет, второй на розетку. И еще один автомат, возможно я поставлю отдельный. Выведем розетку на улицу. Потому что всегда удобно, мало ли что-то, какой-то инструмент подключить, удлинитель. Чтобы не тянуть через дом, не пережимать дверью. Особенно если вдруг идет дождик. У нас будет айпишная сороковая стоять на улице. Будет все отлично. Первым этапом сначала все размечаю. Отбил всю длину стены. Нашел центр, чтобы все максимально ровно. И в соответствии с требованиями, с просьбами, скажем так, заказчика, все розетки были на своем месте. А также светильник в потолке. Беру в руки шуруповерт и винтовое сверло на 14 мм. И засверливаю отверстие для протяжки кабеля. На свет у нас тут идет кабель 3х1,5. На розеточке 3х2,5. Понятно, что кто-то скажет, либо перебор, так как под такой домик можно было взять обычный ПВС кабель. Кто-то скажет, возможно, не добор, так как кабель протягивается просто в дереве без гофры. Но опять же, пластиковая гофра, по сути, она ничем не помогает, только для удобства монтажа. Если уж вы хотите сделать максимально правильно, используйте металлическую гофру. И обязательно каждую гофру надо делать за земление. Это ультрадорого, даже не каждый делает это в домах. Поэтому для такого домика это вышка. То есть этого хватит, это за глаза. Хотя опять же, будет в одной автомат, в котором будет в одной разрывной с нулем. И пару автоматов на розетке на свет. Опять же, кто-то скажет, перебор, можно было тупо посадить на ваге. И с одной розеточки питать весь домик. Но мы делаем максимально бюджетно, но при этом хорошо, чтобы заказчик был доволен. И нам самим нравится делать максимально качественно. Даже при том, что мы используем бюджетные материалы. Так, можно пробежаться немножко, проверить себя и заодно показать вам по порядку. У нас есть раз, два, три, четыре, пять концов. Так, первый у нас есть это питание. Все подписано, питание, которое проходит через обвязку, через розетку, оно заходит в щит. Дальше будет, ну, однофазный автоматик и два свет и улица. Свет и розетки. Соответственно, я добавил розетку улицу. Вывел через отделку, уже делается отделка имитация бруса. Дальше у нас розеточка на мойку. Приходит, тоже тут есть. Дальше линия, две розеточки между кроватями. И, соответственно, свет. Распайки я теперь не делаю. У меня распаечная коробка, это в светильнике. Ой, выключатели. Вот тут будет выключатель. Вот тут сделаем распаечку. То есть, если надо поменять лампочку, можно выключить, спокойно поменять. Там не будет фазы. Если подстраховаться, можно, ну, щелкнуть автоматик на освещение. 10-амперный поставим. То есть, тоже можно лампочку поменять. В принципе, необходимый набор бойскаута есть. Две двойных туда поставим, одну двойную туда. Шесть розеток на такой домик, я думаю, за глаза. Тем временем у нас по фасаду завершается монтаж имитации бруса. Так как я растянул всю электрику, мы зашли во внутрянку и начали утеплять все стены. Домик полностью в круг будет утепляться толщиной 10 сантиметров. Каменной ватой. Все максимально плотно, без стыков, каждую щелочку, все заводится, чтобы домик был максимально утеплен. Ну и, конечно, такой домик можно будет отопить мини-маленькой пушкой, маленьким обогревателем на 1 кВт. Так как площадь небольшая и нагреваться будет максимально быстро. Также по фасаду мы поставили все планки. Тут есть капельная планка, торцевая, есть углы. Раньше на углы мы использовали деревянный уголок. Но это непрактично. Он довольно легко ломается, отщелкивается. Поэтому стал использовать оцинкованные уголки. Они не трескаются, их можно плотно притянуть. Они выглядят симпатичнее. Да, это дороже, но зато качественнее. Далее установили окно и установили железную дверь. Окно тут 60-й профиль, однокамерное, с открыванием-откидыванием. Дверка тоже бюджетного сегмента. Металл-металл. Бывает металл-ПВХ, но ПВХ-шку лучше не использовать. Я рекомендую металл-металл. Хоть она и бюджетненькая, но будет служить довольно долго. Далее пошла установка всех чистовых розеток, выключателей, автоматов. Розетку я сделал обязательно уличную, хоть и заказчики не просили, но я сам по себе знаю, что она нужна. Поэтому тут IP44 розетка, бюджетная, но будет работать хорошо. Ну и вообще, чистовую электрику, даже если вы берете бюджетную, не покупайте самую дешевую, потому что они рассыпаются в руках. Далее начал собирать щиток. Щиток тут максимально простой. Вводной автомат, который разрывает фазу и ноль. Далее два автомата, один на свет, один на розетке. Ну и вот, вот такой результат у нас получился. Готовый домик. За три дня полностью утепленный, отделанный каркас из доски 50 на 100. Установлено окно, наличники, все углы, все планочки, все доборы. Крыша у нас сделана в ветрозащитной мембране, вент-зазор, обрешетка, ОСБ, подкладочный ковер и хорошая черепица, драконий зуб. Вся имитация бруса прокручена по два самореза в каждую стоечку. Она уже будет всегда сидеть на своем месте и никуда не денется. Внутри заказчик попросил постелить линолеум. Взяли не самый дешевый линолеум. Также у нас есть две розеточки, патрон в потолке, розеточка в углу, собран щиток, выключатель внутреннего света, ну и, конечно, розеточка на улице. Поэтому, друзья, проект очень удачный, ссылку оставлю в описании. Ну а я с вами прощаюсь, впереди у нас будет строительство баньки. На минималках, под ключ, под пар, поэтому заходите в телегу и следите. Всем пока-пока.